Бисмиллахи ррахмалиррахим Иншаллах, мы сегодня продолжим эту тему Ученые расписали, значит, более десяти грехов, больших грехов, которые мы совершаем нашим языком И все сказали, самый опасный грех, самое опасное деяние нашего языка Его ученые назвали хаудуль фельбатиль То есть участие своим языком в ложном, неверном, вредном То есть говорить о ложном По незнанию человек порой говорит, думая, что это правда По незнанию он называет ложь истиной Истину ложью Особенно в вопросах, касающихся нашей религии Особенно в вопросах, касающихся нашей религии Мы всегда должны помнить слова Аллаха Субханаху Вата'аля В которых он говорит Какое бы слово человек не произносил, то возле него находится близко ангел Два ангела, которые записывают нашу речь И поэтому пророк, саллаллаху алейкум, говорит Ман кана юмину биллахи валийоми ахир фалиякуль хайран аулиясмут Тот, кто уверовал Аллаха и в судный день, пусть говорит хорошее или молчит Вот этот приказ пророка, саллаллаху алейкум, дорогие братья, особенно актуален в вопросах религии Если мы где-то ошибемся словами относительно мирских дел Это тоже участие с незнанием обсуждений какого-то вопроса тоже неверно, тоже ошибка Но если человек начинает участвовать в разговорах, касающихся религии Всего, что связано с религией, это ученые сказали, особенно опасно Это особенно опасно Имам Шафии говорит, если кто-то хочет говорить, пусть он сначала до разговора подумает Есть ли в его словах какая-то польза? Если есть, пусть скажет Если нет или он сомневается, вроде есть, а вроде нет Тогда он говорит, пусть не разговаривает, пока не увидит, что есть какая-то в этом польза Поэтому в вопросах религии Аллах, субханна у ва талла, во многих аятах указывает на запретность обсуждения вопросов религии Обсуждения пророка, алейхи саляту ассалям, обсуждения ученых без знания По какому-то его ошибочному умозаключению По его предположениям, Аллах запретил это И пророк, саляту алейхи саляту ассалям, говорит в достоверном хадисе, который передает имам Табарани Больше всего грехов будет в судный день у людей Которые больше всего участвовали в каких-то ложных, ошибочных, бесполезных разговорах Больше всего грехов будет у этих людей Поэтому пророк, саляту алейхи саляту ассалям, как мы говорили на прошлой проповеди Когда сделал наставление Муаззу, ради Аллаху Анху О совершении богоугодных деяний, таких как намаз, закат и прочее И потом он говорит, не указать ли тебе на то деяние Если ты его будешь совершать, то ты овладеешь, охватишь все эти деяния Он говорит, конечно, он говорит, контролирует свой язык Язык больше всего бедно нас навлекает И Аллах, субханаху та'аля, описывая оправдания обитателей ада Описывая их оправдания, когда подойдут к границам ада Обитатели рая, увидят своих знакомых Будут спрашивать их Почему вы туда попали? Как туда попали? Они отвечают, мы не молились И второе было то, что в Коране приводит Аллах, субханаху та'аля Они скажут Они скажут обитатели ада О причинах, которые их вели Первое, они скажут, не молились Второе, они будут говорить Мы вступали в ложные речи Участвовали в ложных, ошибочных речах Это Куран, дорогие братья Это Куран Первое, что в этих аятах пришла причина намаз Второе, результат нашего языка Поэтому Аллах, субханаху та'аля, нам говорит В священном Куране Он говорит Если люди В вопросах куфра Или вот таких ошибочных мнениях В вопросах религии То есть участвуют без знаний Возводя ложь на религию Если люди это обсуждают Такое собрание Аллах, субханаху та'аля, говорит Не сидите вместе с ними Не садитесь, пока они не перейдут на другой разговор Пока не изменят тему разговора Если видите В таком собрании, где без знаний обсуждают вопросы религии Дозволяют запретное Запрещают дозволенное Аллах, субханаху та'аля, говорит Не говорит, не говорите, не слушайте Он говорит Даже не садитесь с такими людьми Даже не подходите к такому маджлису А таковых маджлисов в наше время, дорогие братья Особенно много Поэтому это объясняет Хадис пророка, алейсалату ассалам Достоверный хадис Пророк, саллаллаху, алейсалам Говорит, человек порой произносит слово Вызывающее довольство Аллаха Он даже не думал, что оно достигнет таких степеней Довольства Аллаха И Аллах записывает ему свое довольство до судного дня И порой человек произносит слово Вызывающее гнев Аллаха И он даже не думал, что гнев Аллаха Он достигнет такого предела, такого уровня И этот гнев на нем будет записан за ним до судного дня И вот самое опасное, дорогие братья Вот это вопросы религии Порой человек может, не зная произнести слово куфра И зная, что это вопрос куфра Почему так происходит? Происходит это из-за того, что сегодня пошла мода На то, чтобы претендовать на звание алима Все стали алимами Все стали алимами Как пошла свобода, демократия, свобода слова Все начали говорить Пошли переводы книг И каждый читает одну-две брошюрки И он уже никого из ученых тоже не признает У него уже свое мнение и в вопросах вероубеждения У него уже свое мнение и в наших практических вопросах религии Каждый выносит свое суждение Никого не слушают И сколько мы видим таких маджлисов Сколько таких маджлисов Собираются часами Это харам Это халал Это шик Это бидра Это можно убивать А если этого человека спросить Каждое из этих слов Дай ему определение Что такое шик Что такое куфр Что такое бидра Что такое харам Что такое халал Ни одному он даже определение не знает Он даже не знает, что это такое И вот такие люди Они думают, что это безобидное изучение наук Науки так не изучают Мнение, что в споре рождается истина Это ложное мнение В дискуссиях Научных дискуссиях А не в дискуссиях Подобным базарным бабкам Не в этих спорах В вопросах религии наугад Предполагая Воображая В вопросах религии Нельзя участвовать, дорогие братья Поэтому Раньше Ученые Опасались Большие ученые Участвовать в разговорах О акиде Мы находим Большие имамы Они вообще Запрещали даже Участвовать в разговорах Ученые Потому что Они понимали Что человек может Одно слово произнести Что происходит Он попадает в куфр Может попасть в куфр Хорошо Сделал тавбу Аллах принимает тавбу Прочитал шаада Но все его деяния До этого дня Все сгорело Может он 20-30 лет С трудом Сделал столько деяний Все Все пропало Человек Из-за своего невежества Уничтожил все Что у него было С таким трудом Годами Заработанное Можно потерять Одним словом Дорогие братья Одним словом Поэтому Вот в вопросах Религии Надо быть Особенно Осторожным В словах Самое Лучшее Слово Не знающему Человеку Ля Адри Я не знаю Потому что Это слово Не нуждается В доказательствах Если человек Говорит Это Дозволено Он должен Доказать Обосновать Если он Говорит Это не дозволено Он опять таки Он должен Это обосновать Доказать А когда Человек Говорит Я не знаю Он никому Ничего Не должен Обосновать Поэтому Ученые Говорят Слово Ля Адри Я не знаю Это половина Эльма Половина Эльма Это слово Я не знаю Поэтому имам Малик, ради Аллаху Ангу, имам Удар-Иль-Хиджра, в свое время, который был почти самым знающим человеком на земле, когда к нему отправили с запада, а запад это западная Африка, Египет, дальше Египта, эти территории собрали ученых, собрали около 40 вопросов, на которые тамошние ученые, там тоже есть большие имамы, не смогли ответить. Тогда ученые были очень осторожны. Они, когда их что-то спрашивали в вопросах религии, если он не знал, да, наверное, так, да, наверное, не так, не говорили. Они были умные люди. Они знали опасность фетвы в шариате без знаний. Приехала большая делегация, собрали деньги, снарядили, отправили к имаму Малику. Сказано в книгах, история упоминается, из 40 вопросов, 4 или 5 он ответил на остальные и сказал, я не знаю. Когда ему они говорят, ой, имам, нас же весь Магриб отправил, ждет эти вопросы, что мы им ответим? Он говорит, скажите им. Сказал имам Малик, я не знаю. Имам Малик, роди Аллаху, Анху, Адах, учит нас, как надо обращаться с нашей религией, как надо оберегать нашу религию от ошибочного мнения, от ошибочного суждения, от ошибочной фетвы. Потому что одно слово, по незнанию, может привести к большой смуте, к гибели кучи людей. Одно слово. Мы это видим сегодня. Сегодня молодые ребята, не зная, выносят решение, а это течение кафиры. Потом какой-то невежда берется за оружие и идет убивать людей. Этот по незнанию дал фетву, этот по незнанию пошел и убил кучу людей. И оба будут отвечать за это преступление. Так происходит сегодня в исламском мире, когда мы видим, что идет охота на ученых людей. Охота на ученых людей. А кто такие ученые люди? Ученые люди, как пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорит в достоверном хадисе, ученые наследники пророков. Идет охота на наследников пророков. Ученые боятся высказывать истинное мнение, потому что невежды, пойдя на поводу таких же невежд, как они сами, которые без знания говорят в вопросах религии, выносят фетвы о дозволенности крови, о дозволенности войны, о дозволенности взрывов, терактов. Все проблемы откуда исходят? Из-за участия без знания в вопросах религии. Ко всем этим бедам приводит вот этот язык. Этот язык. Поэтому, дорогие братья, имам Ибн Катир, в своем тавсире, говорит, толкуя слова Аллаха Субханаху ва Та'ала, в которых Аллах говорит, «Я, айюха, лязина, аманутта, куллаха, вакуну ма ассадикин». О, те, которые уверовали, будьте богобоязнены и будьте справдивыми. Будьте справдивыми. Имам Ибн Катир, рахима Аллах, говорит, «Будьте правдивыми и держитесь правды. И тогда вы будете справдивыми людьми». Во-первых, сами говорите правды и придерживайтесь правды. И тогда вы будете справдивыми людьми. И тогда он говорит, «Ва танжу миналь махалик». Тогда вы спасетесь от гибели. «Ва яджалу лакум фараджам мин умурикум ва махраджа». И тогда Аллах вам сделает вас избавить от ваших трудностей. От проблем вас спасет. Поэтому, дорогие братья, в вопросах религии распускать свой язык без знаний – это самое опасное из грехов, которые совершает наш язык. Потому что говорит на то, что это харам, это халал, без знания. Он думает, я сказал все. Нет. Аллах, субхану ва тааля, говорит в Священном Куране, «Ва ла тақфу ма лейса лака бихи ұлм». Не следуй за тем, чего ты не знаешь. Толкование этого аяты имам Катада, роди Аллаху анху говорит, «Ла тақуль ра айту валям тара». Не говори, я видел что-то, если ты не видел. И не говори, я слышал, если ты не слышал. Не говори, я знаю, если ты не знаешь. Если ты точно. Слово «илм» в арабском, когда он говорит здесь, «алимту» – «илм» – это стопроцентные знания. Предположение, уверенность, воображение – это не называется знание. Я так думаю, это не знание, это предположение, в лучшем случае, а то может быть и простое воображение его, его фантазия. Имам Катада, роди Аллаху анху, он говорит, не говори, я знаю, если ты не знаешь. И он потом говорит, «фа инна Аллаха сааилу ка анзалика кулли». Потому что Аллах субханаху атааля в судный день спросит тебя за все это. Ты если сказал, «я видел» на то, что ты не видел, Аллах тебя за это спросит. Ты говорил, «я слышал», но ты не слышал, Аллах тебя за это тоже спросит. Ты скажешь, говоришь, «я знаю это», «да я знаю». А в то время, как ты не знаешь, это ты думаешь, что ты знаешь. Сегодня же так у большинства знаний бывает, там тут что-то услышал, там тут какую-то прошуку прочитал. мы, когда собираемся здесь, какие-то вопросы обсуждаем, собираются ученые, которые 20-30 лет изучают эти науки. Знаете, сколько у нас бывает неясностей, сколько сомнений. здешние ученые порой обращаются в арабские страны, опасаясь говорить что-то без знания. Специально и наш имам, и другие собираются время от времени по каким-то новым вопросам, которых есть неясность, обсуждают, изучают, звонят, пишут. А смотришь, молодой человек, ни с кем не советуется, никого не спрашивают. Я все знаю. Я все знаю. И никого не хочет. Все его знания, его шейх Гугл. В лучшем случае из Гугла что-то набирает и потом говорит, не зная, кто это разместил там. Истинно ли то, что тот говорит? Или нет? Он просто, ему достаточно этого. Причина этого, дорогие братья, знаете в чем? Причина этого слабость имана. Слабость имана, слабость его веры в то, что завтра в судный день он будет отвечать перед Аллахом, субханаху ата'аля, за каждое слово. За каждое слово он будет отвечать. Поэтому сегодня народ стал такой храбрый. Поэтому мы сегодня видим, что люди дают такие фетвы. Аллах, субханаху ата'аля, в Священном Куране говорит, Он говорит прямо, не говорите на то, что вы, ваши языки описывают, как лживо, что это халал, а это храм, приписывая к Аллаху ложь. И потом Он говорит, ИННАЛЛЯЗИНАЯФТАРУНА АЛЛАЛЛАХИЛ КАЗИБА ЛАЙУФЛИХУН. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, не говорите лживо вашими языками. Это халал, а это храм. Не зная, не говорите этого. И потом Аллах, субханаху ата'аля, говорит, И те, кто лжет в этих вопросах, они не преуспеют. Не преуспеют на этом свете и не преуспеют в Ахирате. Они не преуспеют те люди, которые по незнанию начинают делать халал харамом, харам халалом. Несколько лет назад у нас была ночь середины месяца Шааба. Об этой ночи ученые пишут, что это, во-первых, это хадисы есть, много благословенная ночь, ночь прощения. И мы здесь, у нас был маджлист, после маджлиста, я принял тогда решение на эту ночь остаться в книгах. Ученые пишут, имам Наву и другие, нежелательно в эту ночь делать иртикав, делать больше ибадат. Подошли ко мне, группа молодежи, говорят, можно, мы тоже останемся. Я говорю, можно, почему нельзя, хорошее дело. Потом отошел туда, к столбу, уже люди вышли. Потом смотрю, молодежь, это группа, большая группа, человек 15-20 раз направилась к двери. Один подошел и говорит, один брат сказал, сегодня это харам. Вот в эту ночь это харам, говорит, оставаться. Смотрите, фаджи, фасик, муджрим, преступник, сделал богоугодное дело харама. Этот глупец и не знает, что сам совершил. Но, я знаю точно, он не преуспеет, ни в этом свете, ни на том свете. И там он будет отвечать за то, что он совершил. А сколько у нас такое совершается? Сколько у нас такое делается? Человек хочет чуть больше здесь остаться, читать на улицу. Как раз угоду шайтану. То, что хочет шайтан, делает один из нас по своему невежеству. Поэтому, дорогие братья, ни в коем случае человеку нельзя делать дозволенным харам, делать харамом халал? Почему? Потому что в Коране есть аят. Аллах субханаху ва тааля говорит, Я, Айюха, Наби, лима тухарриму ма ахалла Аллаху лека, табтаги мавдата азвачик, в Аллаху гафору рахим. Аллах субханаху ва тааля говорит, обращайся посланнику Аллаха. О, ты пророк, почему ты запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам. А ведь Аллах говорит, прошающий милосердие. История этого, дорогие братья, что пророк салли Аллаху алей вассалям заходил, когда своей жене Зайна бен Джахш роды Аллаху анха, она угощала его медом. Он пил у нее мед. И тогда Аиша роды Аллаху анха говорит, я с Хафсой договорились, какая бы не войдет к кому бы он не войдет, чтобы они ему сказали, что от тебя ты поел что-то такое горькое и неприятный запах идет у тебя изо рта. Ну из-за ревности решили чтобы как бы отбить его, чтобы он там не задерживался, чтобы он там не пил мед, чтобы он не был ею доволен и мы это сделали и от тебя неприятный запах и когда он к одной Аиши вошел они сделали это. Он говорит, нет, я мед пил, я был узайном и пил мед, ну раз такое, он говорит, больше я этого не буду делать и поклялся, все, больше я там этот мед пить не буду и говорит, но ты об этом никому не рассказывай, что я поклялся, что я больше халяль, Аллах сделал халяль, пророк поклялся, больше не будет там у меня мед пить и тогда пришел аят, в котором Аллах говорит своему посланнику, любимцу, я айюхан наби лима тухарриму ма ахал лаллаху лек таб таг мад а таз вад джик валлаху гафур вахим оп ты мой пророк, почему ты запрещаешь то, что тебе Аллах сделал дозволенным и для довольства твоих жен, поэтому дорогие братья, никому даже пророку алей салату ассалям не дозволено делать халал харам или харам халалом шариат уже наш завершен теперь человек из-за своей бурной фантазии и большого невежества начинает изобретать новые шариаты новые законы не понимая в какие большие беды они попадают какие большие грехи а может быть и даже вкуфы а может быть даже вкуфы поэтому дорогие братья вот эта ошибка вот этот грех участие в разговорах особенно в вопросах религии и людей которые распространяют эту религию это ученые люди по незнанию это один из самых больших грехов поэтому ханафиты они говорят тот человек который делает рыба за ученых надо его заставить они вообще говорят он в куфы попадает да у ханафита в этом вопросе очень жестко поставлено потому что они говорят человек который обсуждает наследников пророка это он то же самое что и делать рыба за пророка алейсалату ассалам поэтому дорогие братья вот в наше время время безразличия к вопросам религии время чувство безответственности в вопросах религии будьте осторожны в этом деле чтобы по незнанию не лишиться всего того что мы делали всю жизнь и в конце жизни попасков то